В наши дни философия ресторанного сервиса претерпевает изменения. Завоевать гостя лишь вкусными блюдами стало сложнее. Концептуальность и атмосферность – те факторы, которые привлекают гостей, надолго остаются в памяти и заставляют приходить снова. В высшей школе сервиса учитывают данную тенденцию при подготовке новых кадров. Экзамен задает группа студентов. Эта группа студентов разрабатывает, придумывает какой-то ивент. Это может быть культурное событие, может быть политическое событие. В этом веке уже правит бал экономика впечатлений. Мы понимаем это, и мы очень быстро перестраиваемся. И сейчас самое главное – это не просто организовать какой-то ланч или прием, более помпезный формат, но подарить гостям много впечатлений, не забываемых впечатлений. Вот тогда это будет сервис в стиле 21 века. Студенты этой школы всегда отличались креативным подходом к делу. Традиционный экзамен в формате приема теперь становится масштабным событием, выдержанным в определенной тематике. Это люди, которые не связаны с фэшн-индустрией, но при этом хотят сделать акцент на блюдах и подобрать их к одежде. Это для меня совершенно новый опыт, и я всегда за какие-то эксперименты. Это уникальная возможность, которую нам представляет высшая школа сервиса, что можно соединить вот два вот таких вот огромных направления – высшая индустрия и высшее искусство школы поварского, кулинарного и всего остального. Одежда, образы, цвета – все специально сочетались с форматом еды, с форматом блюд, с форматом самого мероприятия. Свадебные наряды, которые можно было использовать, конечно, как торжественные для разных случаев. А в дальнейшем шли платья подружек невесты или просто для торжественных также церемоний. И, конечно, классика – это три платья черных. Кроме модного шоу, выпускники подготовили ивенты на тему экологии, театра, поэзии и моды, при этом показав свои профессиональные навыки организации сервиса международного уровня. Все студенты обычно переживают, но потом они видят, как они много уже умеют делать и всегда очень счастливы после мероприятия. Они очень долго готовятся, поэтому хотят проявить себя наилучшим образом, и они преуспевают в этом. Выпускной экзамен – это всегда встреча двух поколений. Родители и педагоги с одной стороны и без пяти минут специалисты с другой с этого момента выходят на новый уровень взаимопонимания. Это замечательное поколение, и то, что говорят, что молодежь вообще просто ужасная и им ничего неинтересно, это абсолютно не так. Я это могу заявить, имея на то некоторые основания. Это поколение, которое родилось уже в эпоху интернета, в эпоху мобильной связи, в эпоху свободы передвижения по миру. Естественно, они другие, это совершенно закономерно. Согласно пирамидам Маслоу, потребности, так сказать, безопасности, там, в крови и так далее, они почти у всех удовлетворены. Это поколение с потребностями уже более высокого порядка. И в частности, они отличаются еще тем, что они очень заинтересованы в своем личностном и профессиональном росте. В любом случае, те студенты, с которыми мы сталкиваемся, мы именно такие. То, что с такими профессиональными знаниями выпускники будут востребованными, никто не сомневается. Но самое главное умение, полученное здесь, это опережать свое время. Редактор субтитров А.Семкин